Утро на телеканале «Россия» продолжает вести Чувашия. В студии Екатерина Данилова. Здравствуйте! На календаре четверг, 27 мая. И этот день идеально подходит для того, чтобы взять в руки книгу и посвятить время чтению. Сегодня в России день библиотек. Однако сегодня, в эпоху интернета, печатные издания отходят на второй план, уступая место электронному формату. Меняются и сами библиотеки. Сегодня они превращаются в информационно-культурные центры, оснащенные современным мультимедийным оборудованием. Так что у читателей сегодня есть выбор – бумажная книга или экран компьютера или гаджета. Глава Чуваши Олег Николаев принял участие в голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. Свой выбор сделали уже около 140 тысяч жителей Чувашии. Напомню, до окончания интернет-голосования осталось 4 дня. Выбрать понравившийся проект можно на сайте www.3w21.gorodsreda.ru, а также на портале госуслуги. Команда из Чувашии вернулась с победы с чемпионата по робототехнике. Во всероссийских соревнованиях приняли участие 194 коллектива из 45 регионов России. Чем наша команда поразила членов жюри – расскажем в сюжете. В конкурсе приняли участие более тысячи самых талантливых и перспективных молодых конструкторов России в возрасте от 4 до 18 лет. Честь Чувашии защищали воспитанники клуба научно-технического творчества «Кулибин» и учащиеся школы номер 65. Ребята смогли впечатлить жюри, представив свои разработки. В этом году у нас поехало 4 команды. Одна выиграла, и остальные заняли призовые места. Победители уже едут дальше. Понятно, с пандемией сейчас многие соревнования приостановились. Но есть шанс на следующие годы поехать на международные соревнования. Сергей Сорокин делится. Ребята еще такие юные, но идей у них много, и все они очень современные. Победу в конкурсе одержала команда «Кулибин Стим» со своей разработкой – мобильной спортивной площадкой будущего. Здесь есть современные тренажеры, умные качели, беговые дорожки, турники. Кстати, во время занятий желающие могут заряжать телефоны. А самое интересное, что все тренажеры оснащены электрогенераторами и мониторами. Проект ребята готовили почти 4 месяца. Вот она создана, потому что сейчас период коронавируса, и люди малоподвижны. Ну, им нельзя выходить из дома. Мы сделали эту площадку, чтобы люди занимались на ней, и за это получали особенные призы. Заниматься площадкой не только полезно, но и выгодно. Так как за занятий на площадке в специальном приложении будут начисляться баллы, которые можно будет обмять на всякие бонусы. С чемпионата юные Кулибины вернулись с новыми идеями, которые им не терпится воплотить в жизнь. Таковы вести к этому часу. Я желаю вам хорошего дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале Россия. Спасибо. Спасибо.